Добрый день! Информационная служба телерадокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире «Устуды». Для вас працует Евген Побловец. У меток скорошения колькости беспрацовных у «Гомеля» укорняется практика проведения дён-продприемствов, и они будут проходить на базе управления по праце, занятости и социальной обороне и закликаны допомогшие працову отковаться часово непрацующим. Заполнение анкет, презентация працовных местов и пропануемая зарплата. Дни предприемствов повинны ознайомить беспрацовных с попытом на специалистов на конкретных предприемствах. Як шагается, такая практика дозволить знизить напруженность на рынку працы. Что тычется огульной ситуации, то, по словах керавництва Управления по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарбы конкама, за пошний месяц узровен беспрацовья в областном центре знизився на 0,1% и зараз складая 1,1%. Это малю двоя меньше доведенного прогнозного покажика. За тораджением графику у Гомеля так само выполняется задание по створению на предприемствах усих формов властности новых працовных местов. Можем также констатировать тот факт, что доведено правительством задание по городу по созданию рабочих мест на действующих предприятиях будет перекрыто в два раза. И доводилось оно на первое полгода, но уже по итогам пяти месяцев оно перекрыто более чем на 300 мест. На Гомельщине развиваются молодежные бизнес-инициативы. Предпринимательные юнаки и девчата имкнутся не просто заработать гроши, а разнастаять экономику новыми некерунками. Например, студенты из Белорусского гадяжного университета транспорта придумали проект по створению эксклюзивных моделей велосипедов. А ценила вела новинки наш корреспондент Марина Северьянова. Велоспорта в последний час становится все больше привабным способом здорового отпочинка. Например, я отримываю великое задовольнение навод от езды на обычайном велосипеде. Ну а медь эксклюзивный вариант – просто мара. От трех миллионов рублей до трех тысяч долларов, как кажут сами авторы проекта, на любой густ и достаток. Юнаки могут собрать велосипед как для удельников спортивных гонок, так и, например, просто для вельми высоких людей. Каким складано подобрать велосипед в магазине альбо на рынку. Транспорт могут оснастить руховиком и аккумулятором. Отримается электричный велосипед. Вот такие собрал себе Яуген. Здесь есть аккумуляторная батарея, собственно, само мотор-пылесо, то есть вот мотор, который заиспецован в обод. По контроллеру управления, ну и также управление на руле всем этим делом. В чем преимущество таких велосипедов? Так это в том, что в городе очень удобно, например, людям, едущим на работу, с утра передвигаться. Вы не тратите на это очень много энергии. То есть получается так, что вы не потеете, приезжаете на работу или на учебу налегке. То есть основную работу выполняет электромотор. При этом вы можете помогать педалями. А если даже аккумулятор разрядится, то можете спокойно доехать на педалях. Для юнаков сборка эксклюзивных велосипедов покуль только хобби. Кабы развить свой бизнес, треба коля 4 тысяч долларов. Хлопцы марать заробить необходный стартовый капитал и в ближайшие годы засновать вытворчасть. Для этого потребный цех, склад комплектующих, готовые модели. Люди, которые ведут толку бизнеса, кажут, что проект перспективный, неординарный и обовязково знают свою нишу. В Гобеле, ну и вообще в принципе в Беларуси люди пытаются выделиться. У нас идет такая тенденция, что все мы хотим быть особенными. И ребята пошли правильным путем, когда сказали о том, что мы не хотим делать велосипеды так, как делают все, что они были стандартные. Мы готовы идти за потребителем, ставить под его запрос, под его желание. И также в их категорию попадут люди, у которых есть либо избыточный вес, либо какие-то проблемы другого характера. Также очень высокие люди, которые не могут себе подобрать велосипеды по стандартной, из-за того, что у них есть какие-то вопросы по здоровью. Это будет тоже их миша, поэтому проект реализуемый и вполне может иметь все варианты на жизнь. С этим проектом веломеханики уже приняли удел в чемпионате молодь у предпринимательства, где отримали высокую оценку журы. Да и сирот веломатра у Гомеля уже есть шматых, кто марит об двуколом транспорте с индивидуальным характером. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телередокомпания «Гомель». Сегодня у Брагине проходить четвертый региональный фестиваль «Крузи-Сяброу» для граждан сталого взрослого. Его мета – передача духовной и самобытной национальной спадщины молодому поколению. Их это не одна мясовая инициатива, якая реализуется в этом районе. Мясовое насильство открывает агросядзибы и вырошивает экологично чистую городину, якая реализуется по всей Беларуси. Алексин Церов ознайомился с поспехами Брагиншан. Был и наставник и директор школы Алена Малошка, теперь фермер и керамик экологичного фонда. На зямне я на процессе 2014-го в Брагинском районе займаться городиной выгодно. Климатичные умовы тут такие, что первый уроджай можно забирать не один на два тыдни ранее, чем у венчих регионах. В этом году фермерская господарка стала удельником проекта программы развития Организации объединенных наций «Якостная продукция» в приватных подборках Брагинского района. На выдоскованные сродки тут открыли Центр Сегас-Инноваций и провели широк тренингов по органичному землеробству. Мы делаем ориентир на выращивание качественной продукции, то есть уходить от химизации, от всевозможных гербицидов, от протравливателей и так далее, то есть использовать элементы органического земледелия на выходе, чтобы была качественная продукция, чтобы ее можно было спокойно кушать. Сфера интересов Жахаров-Брагинщины достатково широкая. В рамках реализации приватных инициатив некто занимается живелогодовлей, некто выращивает малину, якая в экологичном плане одна из самых чистых культур. До речи, сегодня местовая продукция реализуется по всей Беларуси, так само по всей краине сюда запрошаются и для отпочинку. Правда, для местовых Жахаров, это не керунок по куль, относно новый. Агроседиба Вишенька открылась в мае этого года. Сегодня это будет один и девочек агроседиба в новоколе Брагина. Сельский куток для тех, кто ожидает пожить на соправной природе. На думку владельника агроседибы, проживание повинно отповедать сельским особенностям. Тут створены достатково комфортные умовы, но это явно не трехзорковая гостиница. У речи каждый выбирает подчинок по своих интересах. До речи, первыми наведывальниками этой садибы, ближе Хары Санкт-Петербурга, в Брагине и Уугле, совсем не суперс выйти на рынки других краин. В связи с чем, сейчас начали совместный проект с Украиной по выращиванию малины с поставкой ее на рынки Евросоюза. Если пойдет нормальное производство этой ремонтантной малины, то планируется поставить заморозку этой малины и может быть мини-переработку. То есть на джемы, на варенье, на компоты. А потом в будущем, если будет сертифицирована почва, саженцы и ягода, если она пройдет все стандарты европейские, то может быть с выходом на европейский рынок. На площади перемоги отбывся урочистый выпуск офицеров военно-транспортного факультета Белорусского Державного Университета Транспорта. В этом году свои дипломы отримали 19 молодых офицеров. Военно-транспортный факультет появился в 2003 году и он сформировался на базе военной кафедры, которая существовала в ВНУ для шесть середины минулого года. Миновита Янаи заклала славные традиции нарушания военным и военно-специальным дисциплинам. Первый выпуск факультета отбылся в 2008 году. Всеолетний стал уже девятым по лику. Решицкий эколого-культурный центр начинает реализацию проектов, накереванных на экологичное выхование детей. Причин для проведения акции сопрацовники центра будут выезжать непосредственно до школьной установы. Эколого-культурный центр у Решицы деймешае уже о маль 8 годов и за этот час стал вядомый не только на Гомельшине. У адрознене от музейных установ но тут не только демонстрируют экспонаты, а и проводят работу по экологичному выхованию, пеж за все молоде. У приватности при центре денежут два аматорские объединения и мультимедийная студия, в которой занимаются неполнолетние, а так само проводятся театрализованные представления. Наступным кроком экологичного выхования тут повинны стать выезды у детячие сады из организации гольнявых пляцовок. Пакуль такие акции ожидаются только на территории Решицкого района, а ли в перспективе их плануется распаусюдить на всю Гомельскую область. Не все детские сады могут побывать у нас, приехать к нам. Как вы понимаете, вообще экологическое образование должно начинаться с очень маленького возраста. И вот сейчас у нас есть такая экологическая сказка-игра, с которой мы выезжаем на детские сады. Это театрализация, это, скажем так, в виде сказки мы преподносим и учим детей, как нужно относиться к природе, как нужно ее любить, что можно делать, что нельзя. Мало кто не марать про пригожи бронзовый загар. Как набыть жаданное тенье и при этом захавать пригожость и здоровье скуры. Как оборонить свою скуру от шкодного уздеяния ультрафиолета у летний период. А это также основное правило догляду за тваром и телом на протягу всякого года. Корыстная парада от эксперта у программы Добрый вечер Гомель. А кроме того, говорка у эфира пойдет про пригожость, а так само про модные тенденции гэтага сезону. Телеглядачоу чакая модная дефиле у выкананні моделей у центра моды и пригожостью «Хрустальная нимфа». Глядите программу Добрый вечер Гомель сегодня у 19.30 на телеканале Беларусь Шатыры. Гэтага иншы новины вы можете знайсті на нашым сайте у интернеті по адресі www.tvargомель.by На гэтам выпуск завершаны. У студы працаваў Явген Паблавец. Усяго добрага і до сустрэшу у эфиры.